сегодня четверг 29 февраля городе старый крым утро началось с обысков в трех домах это у юрдама и дриса ага который является председателем религиозной общины у сайфудинова изета на римановича который является имамом мечети у якуба валенура который является активистом в городе на данный момент есть информация что сайфудинова изета после обыска увезли в кировский районный отдел полиции абдулу ленура якубова также увезли в кировский отдел полицию и дриса ага юрдама во сейчас после обыска в доме привели в мечеть который он является председателем религиозной общины и какие-то следственные действия проводятся на территории мечети и и и и и и Это нервная обстановка, которая в народе каждый раз не успокаивается. И народ очень сильно возбужден, он недоволен такими действиями. Определенных непонятных органов, которые сейчас непонятно для чего беспокоят народ перед большим праздником, перед Рамаданом. И хочу выразить свое недовольство, свое возмущение. В моем доме и в мечети, в городе Старый Крым, в верхней мечети, был произведен обыск. Требования, как бы то, что они предъявили, это так называемая миссионерская деятельность. Эти люди, которые проводили у меня дома и здесь обыск, в конце всей этого мероприятия сказали, что в этой мечети, она мечет уже оформлена в Думг, и сюда завтра на джума-намаз приведут свое имама. Какая наша реакция? Реакция одна. То есть здесь есть имам, выбранный народом. Народ им доволен. Он полностью отвечает всем правилам требований ислама. И никаких проблем с проведением джума-намаза не было. Теперь эти товарищи решили, что они имеют право вместиться в такие дела. И вот завтра приведут, опять же, с помощью силы поставить человека, который должен быть проводить. Сегодняшнее утро началось с того, что услышал очень громкие стуки на улице, как поворотом барабанили, я проживаю по соседству с родителями. На одной улице мы живем. И мы читали утреннюю молитву. И вышел я потом на улицу смотреть, что происходит. И увидел возле родительского дома две машины. Продолжение следует... Возможно, мы не увидели. И поэтому они приехали, что-то начали. Утябились, что-то в книжку, что-то в книжке. И все это было. Понимаете? Они не думали, что-то есть. Нет утренней. я вот нахожусь в кировском пгт кировская вышел из мвд из отдела мвд сегодня утром у меня произошел обыск они пришли провели обыск забрали меня по статье незаконная миссионерская деятельность вот я являюсь имамом мечети народным имамом провожу джума намазы по этой причине что якобы незаконно да хотя я народный меня выбрали джемат старики все выбрали я проводил некоторое время сегодня 6 30 утра проснулась от стука во входной двери это оказались сотрудники цепи пришли с обследованием зачитали по постановлению вот ознакомили с мероприятием которое будет проводиться и начали обследование вот ходили по всем комнатам также обошли во дворе все хоз помещения вот изъяли по итогу технику два ноутбука три телефона паспорт мой и и книгу сахих альбухари вот 6 30 началась 755 обследование закрыли они вот обследование проводилось сильно не переворачивали все в доме так то что интересовало их они более детально рассматривали в кировском районном суде был рассмотрен административный материал в отношении якубова линура его задержали сотрудники центра по противодействию экстремизму сегодня изъяли у него технику телефон вот и составили на него административный протокол по части 1 статьи 20.3 кодекса административных правонарушениях эта статья касается распространения или публикации запрещенной символики признанные экстремистки и так далее я не буду впадать очень такие подробности юридические скажу что я ознакомился с административным материалом туда представлено ряд документов где было представлено которые вообще не выдерживают никакой критики так называемое экспертное заключение там было лингвиста которые по сути делает выводы о символах а символики а геральдики и так далее ну это вот если в общем и другие очень серьезные нарушения которые по которым вообще не представлялось бы возможно вынести судебное решение об этом суде все было заявлено сам якубов сказал о том что он не признает вину что те фотографии которые были тоже приобщены к материалам этого дела по ним вообще невозможно определить что там отображено но несмотря на все это в суде сегодня в кировском суде судья вынесла решение о признании его виновным и назначили ему административный арест 14 суток административного ареста у нас есть срок в течение которого мы конечно же подадим апелляционную жалобу касаемо данного постановления я находился возле здания суда кировского районного суда где проходило заседание в отношении одного из моих соотечественников и в ходе моего пребывания там я заметил что вышли сотрудники полиции также был там руслан шамбазов если не ошибаюсь и вот так зовут и попросили людей разойтись подальше от здания суда то есть если быть точным на 300 метров отсюда отойдите сказали то есть у меня был штатив разложенный на аллее я его взял и начал уходить то есть так сказать прислушившись их требованиям после этого я услышал как вслед мне крикнули чья это камера хочу заметить что камеры у меня не было был просто штатив и ко мне подошел этот этот же сотрудник шамбазов сказал ты пойдешь с нами проводил меня до нашего кировского мвд сказал что вот тебя сейчас опросят где твоя камера и все остальное и в ходе этого то есть меня чуть больше двух часов держали в мвд то есть задавали вопросы и все остальное бежим башни за нервы бэмсен для хутар я рабби сенем башка ярдым и тече сенден башкой лохи ох я рабби адалет лиги биздерин омару бизде синтекле я рабби сана солнцу шукурлер олсун сана солнцуз хамдар осын я рабби без золомы ничин де булландин кардаш лармазан дуалар на хабула я рабби сенем башка и лохи ох сана солнцу шукурлер олсун сана солнцуз хамдар олсун я рабби м милетимызе бирлэштер я рабби м мэттимызе бирлэштер я рабби онларын дуалар на хабулет в долю очка джемлемызи я рабби аминь